Время оплатить налоги. Так я сформулирую тему сегодняшней нашей беседы. До 2 декабря граждане, которые владеют недвижимостью, автомобилем или другим транспортом, дачей, гаражом и земельным участком должны оплатить налог на имущество за 2018 год. И об этом мы сегодня будем говорить с начальником отдела налогоблажения и имущества налоговой службы Почувашии Дмитрием Ивановым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда я готовилась к нашему интервью, очень много вопросов было от коллег. И вот у меня лично тоже такой вопрос. Он может быть частный, но все-таки я с него начну. Предположим, семья купила в ипотеку квартиру в 2016 году и в начале 2019 года они оформили собственность. Вот сейчас, то есть они должны будут заплатить имущественный налог или еще не пришло время? Нет, им пока переживать не надо. В этом году, в 2019 году, граждане проплачивают налоги, исчисленные за прошедший 2018 год. А владельцы же те, которые приобрели имущество, зарегистрировали свое право в текущем, в 2019 году, налоги будут исчисляться только в следующем, в 2020 году. То есть если в 2018 они зарегистрировали собственно, у них как раз придет, в этом году должно прийти налоговое уведомление. Какие-то изменения, какие-то новости в этом году по имущественным налогам у нас есть, на которые стоит обратить внимание? Да, изменения есть, их немало. Их перечисление займет определенное много времени, поэтому основные. Основные, да. Ну, начнем с льгот. С этого года перечень федеральных годников увеличился. Так, например, граждане, владельцы земельных участков, объектов недвижимости, имеющих на привлечение троих и больше детей, имеют дополнительные пропослабления по уплате налога за землю, за объекты недвижимости, которые находятся в их собственности. Так, ну у нас все льготы, они заявительного характера, правильно я понимаю? То есть нужно куда-то сообщить, да, о том, что... Нет, вот с этого года также изменяется порядок получения этих льгот. Так, например, для федеральных льготников, таких как пенсионеры, те же самые многодетные, инвалиды всех групп, предпенсионеры, это новая категория льготников, льготы по имущественным налогам получают автоматически. То есть их автоматически представляет налоговая служба на основании тех данных, которые имеются у них, а для этих гражданах. То есть этим лицам уже не надо писать никаких заявлений, не бегать по инстанциям, собирать какие-то дополнительные бумажки, тратить время. Все это ушло в прошлое. Кроме того, с этого года не облагаются налогом разрушенные, уничтоженные строения. Ну, причина их разрушения разнообразна. То ли пожар, то ли стихийное бедствие, то ли еще иное. Ранее, до 2019 года, за эти строения налог уплачивался. Независимо от того, что он полностью разрушен, не подлежит жительству и так далее. Для получения освобождения за эти строения, его владельцу необходимо будет подать в любой налоговый орган соответствующий заявлением. Налоговый орган самостоятельно направляет соответствующий запрос в те органы и тем лицам, которые обладают данной информацией. Так, еще какие-то моменты. Да, касается налогов за угнанные трассные средства. Да. Это очень больная тема для владельца таких трассных средств. Часто они ругались, что им приходилось платить эти налоги. Ну, конечно, вдвойне обидно. Да, обидно. Машину угнали, а еще не платили. Еще и налогом у нас. Да, я совершенно понимаю их. С этого года за те машины, которые угнаны, ну, розык их прекращен. У нас по правилам, по истечению определенного периода времени, 6-9 лет, розык машин прекращается. И даже в том случае, если раньше данное трассное средство не возвращалось во владельцу, налог уплачивался. Теперь это ограничение несправедливо и снято. Теперь в том случае, если машина угнана, и она не возвращена его владельцу, налог за эту машину уплачивать не надо. До тех пор, пока она не будет влачена в полном объеме гражданину. Так, вот я правильно понимаю, что чтобы заплатить налог, нужно получить уведомление, да? Или знать, сколько платить, там, и так далее, куда платить. Вот если все-таки по почте не получил гражданин уведомление, что делать? И, например, если точно знать, что имущество у него есть, и налог, соответственно, должен быть. Ну, сразу хочу сказать, что не все и не всегда должны получать налоговое уведомление. Не во всех случаях. Так, кто не должен? Каких? Вот, рассмотрим случаи, да? Первое. Когда сумма платежа налогового составляет менее 100 рублей. Налоговое уведомление не направляется. Не говорит о том, что он никогда не будет платить этот налог за имущество. Он будет уплачивать, но по истечению определенного периода времени. Либо, когда сумма налоговых платежей наберется более 100 рублей, либо по истечению трехлетнего периода, за который необходимо платить налог. Ну, я понимаю, потому что наверняка, да, организовать процесс вот это, напечатать уведомления, разослать, это выходит, ну, нерентабельно, да, дороже, чем, например, сумма налогового. Да, совершенно верно, говорите, да. Ну, сразу хочу сказать, что за этот период неуплаченный пение не начисляется, потому что налог не рассчитывался. Он аккумулировался, собирался, это информация об этих налоговых платежах, но не направлялся, в связи с тем, чтобы, правильно сказали, чтобы не расходы большие были, не нести такие определенные затраты до его доведения. Так, а может еще по каким-то причинам не дойти уведомление? Да, совершенно правильно. А в том случае, если владелец имущества, земельных участков и трассных средств, по той или иной причине освобождается официально от уплаты налогов. Ну, если является льготником. Ну, да, совершенно правильно, он льготник. И еще одна категория граждан, которые не получают налоговое уведомление по почте, на бумаге, это те граждане, которые подключились к электронному сервису на сайте Федеральной налоговой службы лично-кабиневого платежа для физического лица. Да, налоговое уведомление им направляется в электронном виде. Адрес сайта, давайте напомним, да, вот где нужно получить. Адрес сайта, это вообще известный, www.nalog.ru. Налог.ру. Да, совершенно верно. Вот там можно завести. И если, значит, я завожу там личный кабинет, вернее, регистрируюсь, то, значит, я автоматически отказываюсь от письменного уведомления по почте? Да, автоматически вы отказываетесь. Но в том случае, если все-таки хотите получать на бумажном носителе это налоговое уведомление, вы можете отказаться от получения в электронном виде. В этом случае вы, даже являясь пользователем электронного сервиса, будете получать налоговое уведомление на бумаге по почте. Если человек по той или иной причине, даже зная о том, что у него все-таки начислен налог, что он не является льготником, не заплатил до 2 декабря, чем грозит это ему? Если на платежник в срок не платит налоги, то ему, напомню, что это 2 декабря, то ему автоматически с 3 декабря будет начисляться пением. Если начисляется пение, направляется ему требование на уплату за должности. Уже все-таки по почте? По почте, да. Либо также в электронном виде, если он в поиске электронного сервиса. Даже после этого он продолжает игнорировать свои обязанности на платежке, а налоговый орган обращается в судебные органы для взыскания за должности в принудительном порядке через суд. После того, как судебный орган вынес соответствующее решение и налог также не погашен в должность, в дело приступают уже приставы. Получив соответствующий документ, они накладывают аресты на все счета налогоплательщика, на все имущество, принадлежащее должнику, и взыскивают со всех средств, которые имеются у него. Кроме того, они могут наложить запрет на выезд должника за границу. То есть, если человек не заплатил налог за имущество, есть вероятность, что в Турцию он не вылетит. Буквально сегодня я прочитала такую информацию, что в Федеральной налоговой службе предупредили о поддельных налоговых извещениях, фиктивных письмах, которые люди получают, видимо, по почте. Я так понимаю, налогоплательщиков просят с помощью QR-кода перевести за должность на счет, ну, естественно, мошенников. Вот как не перевести налог мошенникам? Ну, во-первых, налоговый уведомлень, который направляется по почте на бумаге, имеет два штрих-кода и индекс документа, на основании которого вы можете оплатить налоговый платеж. В том случае, если вы сомневаетесь в достоверности этого платежного документа, вы можете подойти в любое отделение Сбербанка, в любое отделение кредитного учреждения, где работник этого кредитного учреждения с помощью аппарата сочетает данный штрих-код и подтвердить его достоверность или недостоверность. И только в том случае, когда будет подтверждена правильность этого налогового платежа, платежкой можно оплатить. Но в том, что там непосредственно в налоговой мне развеют сомнения, да, или наоборот скажут, что это мошенничество, это понятно. А вот все-таки как усомниться, да, потому что люди же сейчас как-то не любят никуда ходить, у всех есть смартфоны и так далее. Как усомниться? Во-первых, на бумаге налогового удомления направляется почтовка распространяется заказным письмом. Заказное письмо, получив почту России, не кладет в почтовые ящики, а непосредственно выдает лично в руки. Ну что ж, уважаемые телезрители, если у вас еще остались вопросы, то наверняка в налоговую будет в ближайшее время день открытых дверей, да, когда, где, куда приходить. Совершенно верно. Проединить мероприятие стало доброй традицией для нас. Этот год не стал исключением. 25 октября, то есть в пятницу, будет проводиться данный номер 5 во всей территории Российской Федерации, в том числе на территории Чувашии. К этому времени, да, к 25 октября, скорее всего, все налоговые уведомления налогоплательщик уже получит. Да. Можно будет откроветь. Надеюсь, да, возникнут вопросы, если есть налоговые уведомления, мы их разберем. Ну что, спасибо большое. Я напоминаю об оплате имущественных налогов. Мы сегодня говорили. ЗВОНОК В ДВЕРЬ